ДИАЛОГ Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И у нас сегодня очень интересный разговор. У нас все диалоги интересны. Но сегодня мы будем говорить, скажем так, об обычных таких словах, которые, кажется, все знают, что такое добро, что такое милосердие, что такое человеческая любовь, что такое взаимопонимание. То, чего всем хочется, но почему-то не каждый готов это дарить, а некоторые не в состоянии понять и принять это по отношению к себе. В общем, такая тема очень глобальная. И поможет нам в этом во всем разобраться настоятель храма Казанской иконы города Котельника, ответственный по социальному служению и благотворительности Люберецкого, церковного округа протеерей Павел Сударев. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, понятно, что времени очень мало. И, наверное, самый главный вопрос вообще в нашей жизни, вот если говорить о существовании, всегда есть что-то, чёрная сторона и есть белая сторона. Все стремятся, конечно, к белой стороне, потому что там вроде бы как хорошо, там какое-то благоденствие. Я сейчас говорю о жизни здесь, на нашей грешной земле. Кто-то с удовольствием переходит в чёрную сторону, потому что там как бы более понятные правила, кажется, всё гораздо проще, но это уже другой вопрос, чем это может для человека закончиться. А кто-то ищет серединку. Знаете, как монетка, она на ребро, её если поставишь, тут вроде бы и тёмная, и белая, как-то всё так совмещается. Но по-прежнему остаётся два главных вопроса. Добро и зло. Есть чёткое ощущение, что зло всё-таки пока добро побеждает. Вот разубедите меня и некоторых наших телезрителей в этом. Да, совершенно верно. Ещё апостол Павел в Священном Писании в Новом Завете сказал о себе так. «Делаю не то доброе, что люблю, а то злое, что ненавижу». Вот вера наша христианская, она вводит в понятие людей такой важный коэффициент, понятие такой, как грех. То есть, который заставляет нас делать то, чего мы бы не хотели делать. Как это ни парадоксально. То есть, такое программирование сообразное. Человек уже рождается повреждённым. А почему он рождается повреждённым? Мы тут вынуждены тоже оттолкнуться. Понятно, да. То есть, вера говорит, что рождение, то есть, человек рождается греховным, потому что первый человек повредил себя. Об этом первые слова Библии повествуют, об Адаме и Еве. О нарушении их природы, которое вместо, теперь после отказа от мира Божия, сердце вместо добра и любви источает страсти. Прежде всего, первое из которых самолюбие. То есть, каждый человек уже рождается на землю. Думает о себе. Думает о себе. Психолог, наверное, современный, естественно, скажет, что это нормальное состояние человека, иначе человек просто не выжил бы, если бы он не думал бы о себе. Но с точки зрения нравственной, да, это не всегда, как говорится, приятно пахнет, потому что понятно, что забота о себе, она предполагает отнять у ближнего что-то там... Борьба за место под солнцем. Так точно. Да, выкинуть слабого из лодки. Вот, или... Волоктями. Очень, кстати, много выражений. Маме бы подарили мороженое или апельсин, она бы сказала, дочка, как красиво, как вкусно, и съела бы сама. Вот это выживание. Нет. То есть, мы говорим, что любовь все-таки. И призываем к любви, которая входит в противоречие с нашим внутренним естеством. Но церковь это объясняет очень просто. То, что человек уже поврежденный. И нам нужно каким-то образом измениться, чтобы наше сердце рождало любовь, добро, милосердие. Но вот тут еще, прежде чем... Милосердие – поповское слово. Да, 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 поповское слово. Но, кстати, такая знаменитая фраза, и в том контексте она работала. Вот я еще вернусь к поврежденности, вот к этой, опять же, абсолютно дилетантский такой подход. Но, а почему, если человек был поврежден, почему на самом начале не исправят эту ситуацию? Или, если говорить так, уже Господь сказал, а теперь сами разбирайтесь. Так получается. Он же мог сказать, нет, этот товар у нас бракованный. Давайте мы попробуем новый сделать. И все, и все бы были без греха. Или это была специально такая задуманная история, чтобы мы сами здесь помучились? Вы знаете, мы пытаемся все-таки и святятцы, и церкви пытались, естественно, этот глобальный вопрос осмыслить. Вот его можно немножко осмыслить таким образом. Если мама родила ребеночка, и она прекрасно в ее мечтах, она знает, что эта дочка, как она будет развиваться, учиться, благополучно выйдет замуж, и как у нее жизнь сложится. И у них будет прекрасное отношение между мамой и дочкой. Но так иногда бывает, что эти отношения портятся. Да, причем катастрофически. Катастрофически, именно катастрофически. И, скажем, мама же не отказывается от своих детей. Она не говорит, что я имею биологическую возможность родить себе другого, а тебе просто забыть. Или сдать тебя в детдом, как мы своих детей, может, иногда пугали. То есть она начинает бороться за ее существование, за то, чтобы снова связи, потерянные между ними, они восстановились. Причем те связи, которые были с точки зрения ребенка, они были, скажем, врожденные, то есть неосознанные. Как человек, например, детей заставляют в храм ходить маленьких. Они не сопротивляются, они идут, а с удовольствием, потому что они это делают по привычке. Мама взяла за руку, значит, надо идти. Как в школу, как в детский сад. А нужно, чтобы это было сознательно. Поэтому, чтобы потихонечку у ребенка что-то здесь происходило, просветлело. К сожалению, он проходит через скорби, испытания. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Поэтому нужно потерпеть много, так сказать, в жизни. И от себя самого, и от ближних. Научиться опыту, научиться ценить добро и зло. То есть, я вот вас прерву. Правильно я понимаю, что так получилось? Это моя такая теория, уж позволю себе ее в этом разговоре высказать, что если бы все было замечательно, то, в общем-то, ничего же делать не нужно. Вот он, рай на земле, и все замечательно. Все хорошо, все идет по графику. Все добрые, хорошие. Ничего никому не мешает жить. Ну, такой, действительно, рай на земле. А тут, получается, зло, ведь нам тоже дано, как некая, ну, если хотите, провокация, как некая необходимость для преодоления этого зла. И во время преодоления этого зла получается, что ты можешь стать другим человеком, а можешь не стать. Правильно я понимаю глобальную эту задачу, которая стоит перед таким человеком нормальным? Ну, вот даже святые отцы говорят, почему Господь не, опять же, не уничтожил дьявола, скажем, да, а дает возможность нас искушать, в том числе и страстями нашими, да, чтобы мы могли на собственной шкуре оценить их зло по отношению к нам. То есть, любые сласти, страсти, грехи, они лишь только кажутся под видом, да, сладости. А потом человек познает, что под ними, вот, и остается с раздражением, там, опять же, чревоугодие с толстым животом, вот, и прочие страсти, они начинают мучить человека. То есть, человек, когда близко знакомится с грехами, он уже потом понимает, что это такое, и, скажем, начинает разумно от них отказываться. Но не все же страсти так отрицательны. Ну, если человек влюбился в девушку с абсолютно чистым сердцем, а она ответила ему взаимностью, у них страстная любовь, которая подразумевает все, и отношения, и постель, и рождение детей и так далее. Ну, вот эту же страсть мы не можем назвать темной стороной? Нет, под страстью все-таки греховной, да, мы подразумеваем все-таки грех. То есть, когда грех с точки зрения нравственного, вот, деградации, нравственного божества в любви, да, между юношей и девушкой, соответственно, может быть, и частота отношений, да. Ну, и частота желаний и отношений. Уж как происходит на самом деле… Это другая история. Мы же говорим, что мы грешные, да, поэтому мы не можем, к сожалению, всегда часто сохранять высоту отношений, вот, и, как говорится, с деградируем, спускаемся на более примитивные отношения. Там, где проще. Вот, но, тем не менее, тем не менее, да, что то, что безнравственно и греховно, вот, то есть мы говорим даже не об этих понятиях, да, а о тех делах, которые этими понятиями заключаются. Они обжигают отношения, обжигают душу, это и предательство, и желание жить для себя. Вот, я тебя встретила, чтобы ты мне служил. Да, да, да. Кто-то для кого-то живет, да. Ты будешь теперь, да, жить по моим законам. То есть грех, он может все разрушить, вот, а добро, оно может все создать. Мы сейчас к добру вернемся. Еще один такой вопрос, прямо даже боюсь его задавать, но все-таки задам. Опять же, каждый представляет, наверное, себе Бога, как он считает нужным, насколько он выцерклен и какой вере он имеет отношения. Но иногда складывается такое впечатление, мы же все предполагаем, что Бог, он добрый, что он помогает нам, и мы молимся ему, да, для того, чтобы все в нашей жизни как-то складывалось, ну, хотя бы неплохо. Но иногда есть такое ощущение, что он проверяет нас на прочность. То есть я к чему веду? Вот вы говорите, да, Бог там мог бы победить дьявола и так далее. Но, наверное, иногда даже самый добрый человек должен провоцировать нас на какие-то нехорошие вещи, чтобы убедиться в том, ну, что мы чисты в своих, да, отношениях и мотивах. К чему я говорю? Есть же такая версия, что в Боге как-то совмещаются эти и добрые качества, и какие-то такие вот провокационные, не хочу назвать их злыми. Понятно, да. Ну, дело в том, что принцип понятен, немножко подход. То есть, конечно, Господь дает нам возможность самопроявить себя. Вот что очень важно. То есть, чтобы человек проявил подлинное свое желание. Для этого нужно убрать все, скажем, со стороны некие подпорки или подталкивания и сказать, вот ты теперь сам выбирай. Вот добро, вот зло. Вот ты должен, кто ты есть, к чему ты стремишься. Если бы Господь являл себя миру так, как мы хотим, то мы бы были этим связаны. А вот что можно сделать сейчас на земле для того, чтобы людям жилось легче, добрее, веселее, то мы опоздаем эти вопросы нашему гостю через несколько минут. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях сегодня настоятель храма Казанской иконы города Котельники, ответственный по социальному служению и благотворительности Люберецкого церковного округа про Таирей Павел Сударев. Мы говорили в первой части, такая глобальная тема «Добро и зло». И сейчас мы поговорим, все-таки вы целый ответственный по социальному служению. Что такое социальное служение? Социальное служение – служение в сущности милосердия, потому что на себе мы знаем, каждый знает, что не все люди живут хорошо, не все даже рождаются здоровыми. То есть мы вокруг себя и в себе видим много неустройств, как мы видим в политическом плане, так и в социальном. Понятно, действительно, это глобальный вопрос, потому что и богатые, и бедные решают вопрос, быть или не быть, как быть. Поэтому социальное служение церковное, оно не дублирует, конечно, функции государства. Но, тем не менее, скажем, на каком-то точечном уровне, может быть, на уровне прихожан, которых много все-таки приходит в храмы Люберецкие, помогать малоимущим, многодетным, более глубоко проникать в семью для того, чтобы, может быть, как-то помочь, если мы будем востребованы, востребована наша помощь. Ну вот тут тоже возникает такой вопрос, тянется, может быть, десятилетие, ну, вообще-то он такой, вековые вопросы. А милосердие – это когда, ну, я не знаю, я бы подразделил на две, наверное, составляющие. Первое милосердие – это когда человек абсолютно, ну, добр по своей натуре, если можно так сказать. Вот у него для любого, для кошки помощь, для соседа, для кого угодно, даже, может быть, у него не все хорошо с жизнью, и денег немного, но какой-то кусочек мяса, хлеба обязательно, да, помочь и так далее. Прихожанин ходит в храм, ну, то есть все соблюдает. Ну, такой вот, как мы говорим, святой земля, человек на земле, вот, живущий. А есть люди, которые, ну, на мой взгляд, опять же, они, милосердие у них, что-то они такое сотворили, и вдруг на каком-то этапе у них в жизни приходит понимание, что как-то нужно это, ну, если не отмолить, то попытаться это милосердие на ком-то другом, значит, ну, как бы ту проблему, которая у них возникла когда-то, и они что-то плохое сделали, а вот здесь они уже милосердно поступают. Ну, то есть отмаливают, как бы, эту историю. Вот можно так условно разделить это направление? И насколько они оба хороши, скажем так, для церкви? Церковь состоит из людей, вот, кроме Бога. Вот, поэтому все, что людей правильно формирует, на разных этапах их жизни, в разной ситуации, это же многогранно, да, кто-то с детства начинает, скажем, проявлять какое-то внимание к людям, кто-то всю жизнь живет для себя, и только в конце жизни понимает, что, оказывается, он неправильно жил, что у него последние годы жизни что-то может кому-то простить, что-то поделиться с кем-то, наконец-то. Вот, Господь, помните, сказал прекрасную притчу, вот, что делать, так сказать, хозяин поля пригласил себе рано утром работников, вот, и сказал им, что я дам вам такую-то плату за эту работу. Потом вышел в середине дня, видит, тоже люди стоят, и вы идите тоже у меня поработайте, я вам дам такую плату. Вот, и в конце уже в 11-й час, за час до окончания работы он вышел, увидел стоящих праздно людей, говорит, идите и вы в виноградник мой работайте. Вот, и потом, когда через час уже закончилась работа, он всем дал равную награду, на что те, которые пришли с утра, сказали, мы зной дневной и жар, и да, все претерпели, а ты дал нам одну награду. На что хозяин сказал, ну, я благо, да, то есть я люблю людей, я с тобой договаривался за какую цену, за такую, иди и будь рад, я же тебя не обманул, я хочу и этому так же дать. Поэтому вот пути и время у всех людей как бы разные, вот, сколько у людей, столько индивидуальности, да, но если человек приступает все-таки к какому-то добру в жизни, вот, то уже не важно, как он жил до этого, отмаливает, не отмаливает, то есть человек, например, не делал каких-то больших грехов и зол, и говорит, мне нечего отмаливать, да, но просто он не видит, что может быть заражен, например, страстью гордости, да, гордость же ослепляет. Опять же, да, страсть, да. Да, и человек думает о себе, что вот он хороший, этот пусть там в тюрьме сидят, вот они отмаливают, вот, а я человек положительный, добрый и прочее. Вот поэтому вот здесь мы можем ошибаться, да, то есть можно, к сожалению, да, совершать какие-то злые дела, явные, вот, но потом все-таки осознать, да, осознать, пережить, вот, и это очень ценно, как, опять же, мама, да, если ее ребенок ушел, заблудился, стал плохим, вот, она как бы мечтает, что он как бы возвратится и осознает. И вот это происходит, когда этот оболтус возвращается, там, прокуренный, так сказать, какой-то, и говорит, мама, я там, понял, я плохо жил, я плохо жил. Она ждала этого, как бы, момента, и поэтому, если человек, неправильно живя, потом все-таки приходит, ну... Возвращение блудного сына. Так точно, да, вот, то, конечно, он, это бесценно, бесценно, как для мамы, но так и для Бога, то есть он нашелся. Ну, вот, в финале этой программы хотелось бы все-таки нам поговорить о милосердии уже с конкретной точки зрения, вот, как это происходит сейчас. Это какой-то коллектив людей при храме, это какая-то периодическая работа, встреча, это какие-то адреса, по которым это вот милосердие отправляется. Как вы регулируете этот вопрос? Да, есть, так как церковь с большой буквы, да, она не только духовная, но она находится на нашей грешной земле. Поэтому, конечно, есть материальная структура в церкви, в церкви, да, социальная, то есть, понисходящая вниз, то есть, от патриарха к епископам, и, так сказать, все это и уже к благочиниям, вот у нас Люберецкое благочиние, конкретно, там где-то 10 храмов у нас, вот, соответственно, в каждом приходе есть ответственный или социальный работник, вот, который, так или иначе, из прихожан формирует, ну, группу милосердия. То есть, людей нероводушных, которые говорят, да, мы хотим помогать людям. То есть, они, как бы, сознательно делают это, помимо своей основной работы и своей семьи, они хотят, вот, участвовать в делах добра, которых, конечно, очень много. Вот, это и посещение социальных центров, которых у нас в Люберецком районе, вот, очень много, там, и больных детей, пожилых, да, и инвалидов, вот. И понятно, что они нуждаются и в психологической помощи, у них проблемы с собственными семьями, они часто оставляются людьми, вот, плачут. Вот, конечно, тут большое поле деятельности, да, чтобы как-то себя проявить, утешить, подарить подарочек, кому-то, там, кресло инвалидное, там, деньги на него собрать. Про продукты просто принести, да, соответственно, вот эта группа милосердия, оценивая необходимость какой-то помощи, уже принимает просто какое-то решение, да, если это, например, требуется какого-то, ну, достаточно большого финансирования, то, соответственно, мы пытаемся выйти на какие-то благотворительные организации, которые, скажем, и пытаются найти тех людей, кому бы оказать помощь. То есть, мы, как бы, их просим, они говорят, мы с удовольствием иногда, ну, понятно, что человек, пожилой, не может себе купить телефоны, например, да, там... Ну, понятно. А вот священнослужители и настоятели храмов, или, скажем так, ну, говоря про смысл, сотрудники, они каким образом участвуют? Потому что, с одной стороны, это вроде бы организация, которая внутри храма, ну, внутри, значит, тех людей, тех прихожан, которые к вам приходят, и в другие храмы, как обратная связь вот эта работает? Вот они, например, пошли по адресам, они же все-таки представляют, как общину храма, так я понимаю? Да. Да. И потом они, если где-то вот сложность действительно, ну, или какое-то инвалидное кресло, ну, что же денег стоит, например? То есть, они могут обратиться к священнику, а священник уже может вместе с ними, да, поискать вот какие-то способы помочь. Правильно я понимаю это? Да, конечно. У нас есть чат, социальные группы «Милосердие» по Люберецкому благочинению. Я думаю, сейчас это везде. Вот. И люди просто обращают, то есть, приносят какие-то вещи необходимые. Вот. Кто-то обращается, кому эти вещи нужны. Вот. Мы рассылаем клич среди, опять же, людей через наших, скажем, через прихожан многих. Вот. Иногда можем что-то на проповедь, на слове сказать, что собирается, ну, для покупки такой-то, например, предмет, очень необходимый к такому-то человеку, например. Или какая-то сумма денег, например, да, для того, чтобы покрыть... Конкретный вопрос. ...покрыть его какой-то долг или что-то. Ну, вот я еще вижу, в церкви довольно часто и хлеб лежит, и какие-то приносят сладости. Ну, я сейчас не про Пасху говорю, да, вот, а именно, то есть, это тоже все может пойти куда-то... Это именно идет. Идет. Это идет туда. Да. То есть... Возвращаемся к теме глобальной. Добро и зло. Мы знаем, что добро не умеет превращаться в зло, но это довольно сложный такой механизм представить себе. А вот зло, оно иногда очень хорошо маскируется под добро. А зло – это когда плохой священник может оказаться, который совсем не тот, за кого себя выдает. Плохой прихожанин, который оказался, ну, вот, и так далее. Я к чему веду этот вопрос? Это же вечная работа. Вечная работа добра – компенсировать вот это зло. Она же не может остановиться. То есть у нас нет ни секунды, когда где-то не происходит зло. Вот почему так устроено человечество, что сколько уже существуем мы на Земле, все-таки мы даем возможность злу проявить себя. И мы это видим в новостях, тем более сейчас через средства массовой информации, ну, даже иногда в утрированном варианте, до нас доносятся невероятные истории убийств, и детей убивают, да, дети же убивают, и просто убийства, и так далее. Почему люди так любят совершать зло? Почему так трудно приходят к добру иногда? Ну, мы, на самом деле, с этого начали наша беседа. Человек изначально греховен, да, его природа. То есть это нормальная его природа такая? К сожалению, да, она нормальная, но неправильная. То есть это вот как, например, в больнице. То, что в больнице все больны, это нормально. Но это совсем нехорошо, что там есть больные люди. То есть должны быть все здоровы. Поэтому наша природа глубоко повреждена. И борьба с собой, да, за милосердие, за добро, она, опять же, имеет свои этапы. Вот, этапы. Причем не прямо пропорциональные. Ну, например, да, то есть человеческое естество зажжено гордостью. Соответственно, чем больше я буду делать добрых дел, тем больше гордость во мне будет увеличиваться. А поводу сделанных, да. Да, то есть, и потом я дойду до величайшей прелести, гордыни, когда скажу, что я... Сутер добрый человек. Да, а вы все там где-то там, вы недостойны мне даже со мной рядом стоять. Вот к чему может привести необдуманное, то есть неправильно сделанное добро. Поэтому вот вера, она как раз объясняет, как делать добро так, чтобы это было созидательно. Да не только для других, кому-то что-то привел, а еще и для себя, чтобы сохранить в себе смирение. Ну вот, да, слово смирение. И можно и закончить нашу сегодняшнюю встречу. Большое спасибо. И я думаю, что тема вот этого милосердия, мы ее еще поднимем, потому что и надо, наверное, пригласим как-нибудь сюда в студию людей, которые конкретно этим занимаются, потому что люди должны знать тех, кто выбрал этот путь. И вот помните, в первой части вы вспоминали, что милосердие – поповское слово, но тем не менее, роман «Братья Вайнеров», его первое название «Место встречи изменить нельзя», которое потом было, а первое название – это «Эра милосердия». Так вот, хочется, чтобы эта эра милосердия, наступив, никогда не заканчивалась, потому что каждый из нас со словом этим сталкивается. Либо когда ему нужно, чтобы к нему отнеслись милосердно, либо когда он должен понять, что он должен по отношению к кому-то милосердствовать. Спасибо вам большое за этот эфир. Настоятель храма Казанской иконы города Котельники, ответственный по социальному служению и благотворительности Либеретского церковного округа, протеерей Павел Сударев был гостем нашей программы. Всего доброго. Это была программа «Открытый диалог». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова